21 ноября на пульт дежурного экстренных служб поступило сообщение о том, что в реке Уводь в районе ТЭЦ-2 находится труп. На место немедленно выехали два сотрудника Росгвардии, дежурившие неподалеку. Они обнаружили, что человек в Уводе не только жив, но и нуждается в спасении. Ее несло течением ногами вперед к этому острову, к середине реки. Увидали, она зашевелила ногами, пыталась перевернуться и приняла решение, что надо плыть за ней. Разделся, прыгнул в воду, пропал несколько метров, понял, что вода очень холодная, спасти ее сам не смогу. Напарник Дениса Вячеслав добежал до находящейся неподалеку распределительной станции и попросил охранника о помощи. У него оказалась деревянная весельная лодка. И это чистая случайность. И наличие лодки, и, собственно, самого охранника. Два дня спустя, когда мы снимали этот репортаж, на заборе висел замок. Если бы женщина тонула, например, сегодня, ее бы не спасли. После лодки женщину достали, она в сознании была. Отнесли в котельную, так как тепло там, положили на доски ее, спасатели начали раздевать до нижнего белья ее, сказали, так положено. После чего, минут через пять, скорая подъехала, запаковали ее в пакет и начали проводить свои там действия медицинские. Женщина 1962 года рождения была одета в зимнюю куртку. Алкоголем от нее не пахло. Как она оказалась в воде – загадка. Спросить потерпевшую об обстоятельствах случившегося невозможно до сих пор. Женщина без сознания в одной из больниц областного центра. Еще одна счастливая случайность в том, что она не ушла под воду сразу. У нее были сапоги. Спасатели сказали, они не тонуты. Благодаря им она была на плаву. Дышала, в легких был воздух, и на ногах были эти сапоги. Денис и Вячеслав героизма своего поступка не осознают. Говорят, такая работа. О состоянии потерпевшей ежедневно справляются. В ближайшее время планируют навестить женщину в больнице. На здоровье самих росгвардейцев заплыв в ледяной воде. Ее температура была всего 4 градуса. К счастью, никак не сказался.